Чтобы понять современную функцию и реальное историческое значение дождевых цистерн знаменитых одесских двориков, достаточно заглянуть в одну из них. Мы на улице Дерибасовская. Здесь цистерна доверху наполнена мусором, а это несколько сот кубов бытовых отходов. Как видите, перспектива сохранения плодов инженерной мысли с вековой историей весьма туманны. Первые дождевые цистерны появились в Одессе еще в 18 веке. Делались они по принципу венецианских и решали сразу несколько задач. С односкатных крыш домов по специальным трубам вода попадала в подземную цистерну, предварительно очистившись через фильтр из песка, гравия и угля. На этой воде готовили, ее пили и даже продавали. Таких цистерн было более тысячи, а сейчас сохранилось около сотни. Но слово «сохранность» для большинства из них подходит очень условно. Официально они не существуют, они не находятся на чем-либо балансе. Инфоксводоканал их на баланс не принимал, поэтому это не их проблема. ЖКС их на баланс тоже не принимали. Официально до ЖКС этих колоссов вообще не существует. То есть есть придомовая территория, а кто должен лезть и исследовать эти подземные внутренние колоссы, никто не знает. И управление по охране культурного наследия их тоже не принимало на свой баланс, и ни одна райадминистрация их не принимало на баланс. Эта самая безбалансовость приводит к тому, что дождевые цистерны превращаются просто в свалку или канализационный сток. А ведь там, под землей, сосуд внушительного объема. Спелеологи говорят, что туда с легкостью поместится 300 кубов воды. Такая цистерна, к примеру, есть во дворе на Малой Арнаутской, 17. Она представляет собой, ну, такую колбу термоса. Люди, ну, все пользуются термосами, могут себе представить. Сделана из ракушника, облицована ракушником и гидроизоляционной штукатуркой. Какая глубина? Некоторые 5-6 метров, другая вот, это 9-10 метров. Эта цистерна реально вот 9 метров. И там сейчас 5 метров воды. В этом дворе когда-то был настоящий колодец. Старожилы помнят, как из него ведрами набирали воду. Но, увы, эта картина осталась только в памяти. Всегда использовалась, всегда мы брали воду из этого колодца. Приезжали, санэпидстанция всегда проверяла воду. Постоянно, постоянно его чистили, водолазы его чистили. Но с некоторых пор все позабросили. Говорили, что санэпидстанцию отменили. И мы нигде не могли ничего добиться, чтобы его почистить, восстановить. Несколько лет назад здесь произошел прорыв канализации. Стоки стекали в колодец. Сейчас он закрыт. Люди боятся за детей, которые могут провалиться внутрь. Но это полбеды. Местные говорят, что колодец доставляет массу проблем летом. Куча насекомых. Всякие залетают. Вот у соседки у него там виноградник. Они там все просто живут все лето. То есть летом открыть дверь невозможно. Потому что они все залетают. Мухи вот и как типа моли или что-то такое. Они все в квартире. И запах сумасшедший просто. Не только кондиционер. Дверь открыть невозможно. Жильцы жалуются, что колодец показывают иностранным туристам, но никто не приводит его в порядок. Некоторые категоричны и хотят, чтобы колодец убрали, если он не выполняет своих функций. Однако некоторые цистерны, точнее их навершия, отлично сохранились. Мраморные, чугунные, каменные. Фантазия зодчих того времени была бурной. Мы как понимаем, что было несколько бригад, наверное, которые специализировались на производстве этих цистерн. Потому что, когда мы мерили глубины, диаметры этих цистерн, мы видели несколько типовых значений. Допустим, или глубины 5-6 метров, или 9-10 метров, при ширине 3-4 метра, или при ширинах 5-6 метров. Естественно, разные навершия. По мере утраты своих первоначальных функций цистерны стали использовать по-разному. К примеру, зимой туда скидывали снег, а на веревках свешивали разные продукты. Прекрасная замена еще не существующему тогда холодильнику. Сейчас же горожане в лучшем случае их консервируют и, как могут, присматривают за навершием. Краеведы уже долгое время добиваются статуса объектов культурного наследия для цистерн. Но чиновники, увы, заняты другими делами. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».